Тейлз оф Берсерия 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 Это была она. Дроза? Я поняла. Хорошо. Не переживай. Столь незначительная неудача. Это еще не конец света. Сказать по правде, я пришел к тебе в надежде на такое утешение. Мне кажется, я узнаю эти сережки. Конечно. Я очень сильно дрожу ими. Спасибо тебе. Как я и думал. Они очень тебе идут. Мне пора. Леди Тереза, мы поймали безбилетницу. Я не безбилетница, тупица. Я всего лишь села на борт без разрешения. Ты. Ты заодно стои девчонкой-демоном. Где она сейчас? Хм. Ваши пытки бесполезны против могучей Мэджело. Потому что я прекрасна. Но раскалюсь и без них. Да ты засранка мелкая. И как я сразу не догадался по внешнему виду, что Тереза... Это сестра Оскара. Они же, блин, как две капли, похоже. Как две капли воды. А вот, похоже, теперь нам... Будет грустно. И да, нам нужно вернуться назад в Халавес. Но... После того, как я увидел эту сценку, я бы... Не спешил возвращаться назад, но... Так как Вильвет этого не видела... Вильвет не знает, что... Скорее всего, там ее уже будет ждать Тереза. То у Вильвет нет другого выбора, кроме как вернуться и попытаться... Найти другой корабль. Ну, а в том, что Мэджело именно так поступит, я... Даже не сомневался. Чего от нее еще можно было ожидать-то? Блин, это просто нечто. Так, что такое рейтинг и как он влияет на снаряжение? Это тоже понятно. Чем быстрее мы набираем рейтинг, тем быстрее прокачивается наше снаряжение и открывается скрытый на нем навык мастерства. В общем, здесь ничего такого прям замудренного нету. И мне прям это очень сильно нравится. Здесь со снаряжением все намного проще, чем в Застире. Не нужно париться, хрен знает сколько со снаряжением. Просто выбрал лучшее, улучшил его. И все. Пишли вести из аббатства. Оно устраивает публичную казнь ведьмы, которая пыталась привести демона в город. Правда? Похоже, весьма мерзкая личность. На твоем месте я бы держался от города подальше. Это обычная тактика леди Терезы. Угрожать одному преступнику, чтобы выманивать ее отружков. Ты меня назвал преступницей, что ли? Леди Тереза первоклассный экзорцист. Она выделяется даже среди претеров. Я не подумаю... Я не думаю... Я не подумаю о тебе плохо, если ты просто уйдешь. Ведьма? Это ведь наверняка Маджулу, да? Похоже. Аббатство села нам на хвост. Скорее всего, они уже нашли туннель. Пытаться купить корабль уже нет смысла. Так и не покупай. Можно украсть. Украсть корабль в Халависе? Вдвоем? У нас есть как минимум один союзник. Дайл? Он сказал, что умеет управлять кораблем. Мы только выиграем, если он к нам присоединится. Возможно. А что будет с Маджулу? Полагаю, это Аббатство решать. Так, ну вот. Вильвет, по крайней мере... Прости нас, Маджулу, поквейся с миром. Вильвет не собирается помогать Маджулу. И... Как бы это логично, после того, как она сдала вильвет с потрохами. Это очень логично. Хорошо, попробуем тогда уговорить Дайла, чтобы он помог нам... Украсть корабль. А в принципе, это тоже должно быть... Как-то... В его планах, что ли? Тогда он... Еще большую шумиху, наверное, сможет навести. А ты ведь не гнушаешься никакими средствами, да? Ну что ты имеешь в виду? Ну смотри, ты используешь Дайла, угрожаешь гильдии, отвергаешь Маджулу. Видишь, что я имею в виду? Я не отвергаю ее. Она может и сама о себе позаботиться. Тебя ничто не остановит, да? Понять Маджулу я много в чем вообще не могу, но зато точно знаю, что убить ее будет нелегко. Кроме того, уверена, она уже успела рассказать аббатству все, что про нас знает. Да, пожалуй, ты права. Значит, нам нужен какой-нибудь козырь в рукаве, вроде демона, которого считают мертвым. Ладно, еще раз хорошенько пройдусь, и клинок будет заточен. Эй, послушай, твои клинки не надо случайно тоже заточить? Если хочешь, я с удовольствием ими займусь. Нет, спасибо. Просто меня еще в детстве научили никому не давать важные вещи без особой на то причины. Конечно. Похоже, у тебя был хороший учитель. Мне все равно. Сделаю это я или кто-то другой. Но не забывай о том, что клинки нужно... Должны быть готовыми. На тот случай, если ты вдруг не знаешь, скажу, после заточки клинки нужно смазать гвоздичным маслом. Да, я знаю. Этому меня тоже учили. Человек, убивший моего брата. Да, учитель был хорошим, но мерзким. Ну, по крайней мере, он передал Вельвет очень много полезных знаний. И, наверное, благодаря именно им она вот дошла уже прям до таких вершин. Так, едем к Дайлу. Надеюсь, он не откажется. Зачем вы вернулись? Наш план не сработал. Мы поможем тебе совершить набег. Ха, ты ужасно самоуверенная. Я демон. Положение обязывает. Ты меня подловила. Но, по-моему, с тех пор, как я стал демоном, меня впервые что-то рассмешило. Ты уверена? Это ведь самоубийство. Может быть? Или нет? У экзорцистов есть заложница, с помощью которой они рассчитывают заманить меня в город. Хм, тогда мы можем проникнуть внутрь через тоннель, ведущий на склад. Нет, полагаю, там уже будет ждать засада. Вместо этого мы устроим им лобовую атаку. И это ты называешь планом? Нет, я называю это отвлекающим маневром. Когда они в ответ стянут все свои силы в одно место, второй отряд проскользнет через туннель, доберется до пристани и украдет корабль. После этого оба отряда встретятся и мы вместе отчалим. За штурвалом я хочу видеть тебя. Тогда ответь мне на один вопрос. Кто будет выполнять эту твою лобовую атаку? Естественно, я. Хорошо, когда? Завтра. Можно нам пока тут передохнуть? Чувствуйте себя как дома, нет ничего удобнее лежанки и смолы. Вельвет. Вельвет. Лафи? Ты кричала. Тебе приснился кошмар? Лафи, это было ужасно. Ну, все, отпусти. Мне пора. У меня есть важное дело. Это какое? Артур сказал мне встретиться с ним в храме спокойствия. Нет, Лафи, нет. Все в порядке? Ты постоянно ворочалась сбоку на бок. Все нормально. Ну, это просто сон. Если ты не захочешь пойти со мной, я пойму. Нет, так не пойдет. Как я дам тебе долг, если ты умрешь? Странный ты все-таки. Я? Всегда думал, что я это я и больше ничего. Вельвет. А кто такой этот Арториус? Моя цель. Он убил моего брата. Ну, все готово. Дайл уже должен быть у входа. Тогда идем. Как-то Рокуро странно отреагировал на эту информацию о том, что Арториус убил брата Вельвет. То есть, никак. Вообще никак. Просто улыбнулся и все. На что бы это значило? Ладно, тогда мы отправляемся ко входу в пещеру. Встретимся там с Дайлом и обдумаем, что нам делать дальше. Ну, по идее, у Вельвет уже есть план, так что... Останется, видимо, только начать набег. Блин, как я люблю вот эти вот быстрые телепорты. А в Застирии они появились где-то ближе к концу. Ну, там было, по-моему, в храме воды вот такая вот хрень. И где-то еще была, но, в общем, встречалась она довольно редко. Хорошо спалось? Нормально, спасибо. А как твоя смесь? Готова к использованию. Кстати, я ни разу не слышал твоего имени. Вельвет. Если ты уцелеешь, Вельвет, мы отправимся с тобой в плавание вместе. Но если нет, я теперь знаю, что написать на твоем надгробии. Смотрю, у тебя острый язык. Он у меня всегда таким был. Ну и хорошо. Вперед, в атаку, на Халавес. Ну, кстати, куда, как ты думаешь, убежал тот мальчишка, который стащил компас? Думаю, что в Халавес. Малахимов ведь всегда связаны с экзорцистами. Значит, во время нашего нападения мы можем с ним столкнуться? Ты чувствуешь презгливость при мысли об убийстве этого мальчика только из-за того, что считаешь себя в долгу перед ним? Нет, если он окажется у нас на пути, я от него избавлюсь, но... Но? Я обязательно должен сначала его отблагодарить. Точно. А тебя это хотя бы чуть-чуть беспокоит? Нет. Как-то не очень. Я просто знаю, что Малахимы не очень хороши на вкус. Малахимы не пробуждают у тебя аппетит? Это уже прогресс. Да. Уже Вильвета знает. Толк в Малахимах. Одного, по крайней мере, она точно схомячила. Так, ну что, мы теперь не пойдем через клад, мы пойдем напрямую. Кто идет? О, я уверена, вы меня ждали. Так, ну что, человек, шестой уровень, в общем, изи. С вот этими ребятами у нас точно никаких проблем быть не должно. Так, все, путь свободен. Горожан нигде не видно. Я была права. Но это ловушка. Ну, как бы неудивительно. Ага. Чего-то их здесь до хрена. Посмотрите, кто пришел меня спасать. Я и не думала, что ты необычайно быстр... Необычайно добрый демон. Так это ты тот демон, что сбежал с острова? И что с того? Ты ранила моего милого Оскара и заплатишь за это. Причем платить ты будешь очень долго. Так, ладно. А вот это уже экзорцист с рапирой 10 уровня. И хп у него явно побольше. Ну хорошо, тогда попробуем. Ну да, ладно. С этими экзорцистами мы тоже должны справиться без особых проблем. Главное, чтобы душ было достаточно, и тогда точно никаких проблем не будет. И тогда вельвет запинает все, что движется. Но судя по тому, что я видел при входе в город, их здесь, ну, очень-то хрена. Похоже, Тереза собрала здесь всех экзорцистов, которые, блин, были. Хотя, по слухам, которые мы слышали, в городе... А, не, это о столице вроде бы говорили, что там несколько тысяч экзорцистов. Да, это вроде бы о столице разговор был. Так, ну, хорошенько отваливаются. Даже очень хорошо отваливаются. Даже Рокура пытается, бедняга, что-то делать. Прямо у меня гордость за него. Рокура, который обычно нихрена не делает, здесь решил внезапно мне помочь. Ужас-то какой. А экзорцистов-то меньше не становится? По-моему, их становится только больше. Начиналось все с двух, сейчас их уже трое. А что будет дальше? Блин, ну я же только что убил третьего, и снова их трое. Да, заканчиваться эти ребята явно... Ага, их снова трое. Заканчиваться они точно не собираются. Ладно, посмотрим тогда, сколько экзорцистов есть у Терезы. Ну, по-моему, их немало, во сколько мы уже запинали. Я думаю, это тоже еще не... Да, их снова трое. Отлично, просто отлично. Я восхищаюсь твоей выносливостью. Но, Скоро, ты обо всем этом пожалеешь. Номер два. Не можешь завершить то, что сама начала? Трусиха. Я не поддамся таким уловкам. Твоя рука слишком опасна. Кроме того, для избавления от демонической скверны, следует использовать подходящее средство. И у меня они есть, огненный камень, серое масло. Будет взрыв. Тайл молочина? Что? Наши запасы? Угненного камня? Ихих! Эй! А ты никого не забыла? Чем вы все занимаетесь за ними? Леди Тереза! Корабли! Порт! Все в огне! Младшая, немедленно подушите пожар! Эх, не апнулся. Давай, мы готовы отплывать! Оу! А я не посмотрел, отрос у него хвост или нет. Ладно, отпускать нас не собираются. Я не дам тебе уйти. Ни за что. Аммм. Окей. Так, что у нас есть? Уязвимость? А, к физическим атакам. Хорошо. Ну, как-то так. Ладненько, начнем с мелких. Начнем тогда с мелких малахимов. Ой, Рокура. Бедный Рокура. Я бы его похилил, но, к сожалению, я спустил очень много денег на улучшение снаряжения и на его покупку, разборку и прочее. И в итоге у меня теперь просто кризис небольшой с желешками наступил, поэтому я буду экономить. Так что, Рокура, держись. Так, хорошо, запинали. Можно теперь приемы выставить уже по-другому. Так, ну что, поехали. Наконец-то. А теперь уже сама Тереза, а не экзорцисты. Ой, как хорошо заходит. Хорошо, что были вот эти мелкие малахимы, на которых можно было набить достаточно душ. Так, ну она пока не использовала никаких таких прям сильных приемов. Как бы это ни ввело у меня в заблуждение о том, что все будет очень прям просто. Ага, во-во-во, вот и первый приемчик был, от которого вроде бы я уклонился и даже душу получил. Что как бы хорошо. Еще и огушение в лицо. Так, Рокура, держись, блин. Так, а вот в этот раз не уклонился. Рокура, 6 хп, ну, ты просто молодец. Но все-таки хилить я тебя не буду. Так, ну что, надо бы как бы добивать уже, что ли? А, 400 хп, да. За один разрыв души, раскол, точнее, мы должны ее добить. Ага, есть? Я, претер-экзорцист Тереза, приказываю тебе. Сделай это, номер 2. Этот мальчуган собирается себя взорвать. Жесть. Подумай только, ты оказалась демоном. Экзорцист Плакса? Я не Плакса. Два претера, плохо дело. Ну, мелкий, с вертухи, неплохо так получил. Отбросив назад, это приказ. Отбросив, или я тебя проглочу. Приказ? То, что нужно. Почему, почему они поступили так с нами? Все кончено. Прощай, Халавиас. Будь проклята. Будь ты проклята. Шуткие демоны. Надо сообщить о них в обадство. Нет, лично, лорду Арториусу. Виндит Паладина. Активирует заряд души в бою после обороны на заданное время. Так, окей. И снова в море. Ну, на этот раз с нормальным капитаном. Надеюсь. Все получилось лучше, чем я ожидал. Хотя, нам достался небольшой балласт. Балласт? Он станет для тебя отличной закуской. Закуской? Она просто шутит. Нет, если это приказ, то я готов. А нам обязательно брать с собой этого мальчугана. Его приемы еще пригодятся, да и мы всегда сможем от него избавиться. Именно так, Малахимы. Это орудие. Пользуйся ими, а потом выбрасывай. Верно я говорю. Номер два. Да. А вот Вельвет это дело не очень нравится. По крайней мере, его ответ как-то не очень устроил ее. Ну что, ребят, на этом мы эту серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует.